здравствуйте приветствую вас на канале про цветок с вами ломонос пётр и сегодня поговорим о грецком орехе мы уже рассказывали какую пользу он имеет чем он полезен но вот как бы мы когда мы раздавливаем орехи берем для этого ореходавку то ли ножом это без разницы у нас получаются отходы у нас получаются отходы в виде виде скорлупы у нас остается скорлупа и остаются внутренние перогородки нашего грецкого грецкого ореха вот мы якобы это выбрасывают в такой материал считается мусор но выбрасывают просто не знают как как его утилизировать что что с ним делать вот я постараюсь вам рассказать потому что вот эти скорлупки как у нас как бы небольшое количество их поэтому их выбрасываем а вот у некоторых странах даже в той же японии например вот эти скорлупки являются компонентом для материалов которые используются и устойчивы к трению при высоких температурах их измельчают как бы доставать это скорлупа грецких орехов очень их ценное свойство но мы конечно этим заниматься не будем нас интересует более утилизированное более приземленное место мы ставим по себе скорлупки чем они хороши что они разлагаются медленно медленную почву разлагаются медленно медленную почву поэтому мы их что можем использовать мы можем измельчить используя кажется дренажа измельчили но перехабил наш уменьшится в разы получится гораздо мало их и пересаживаю любые комнатные растения вместо дренажа мы можем использовать скорлупу вот этих грецких орехов вот такое практическое применение ну скорлупой грецких орехов значит тоже ее берут заливают кипятком проваривают в течение часа и вот вот этой водой промывают язвы и раны на ногах значит что это тоже как бы способствует быстрейшему заживлению со скорлупы грецких орехов ну более богатым каким-то составу это перогородочка коту которая есть в орехах которые есть в орехах такая вот перогородочка там остается в этой перогородочка как бы носитель йода в ней много йода поэтому для тех у кого есть болезни щитовидной железы вот значит очень полезно пить эти перогородки ну их кто-то настаивает на водке кто-то заваривает смысл один что наша рижность часа йода тем более это природный год который легко вас ну на усваивается нашим организмом знаете знаете об этом заварили попили ваше самочувствие будет гораздо гораздо лучше ну точно так же и щутка будто перескакивать чуть-чуть и назад это самое что я мне объясню что это скорлупа толчины грецких орехов рассыпанная возле из вас большое количество если посыпаете возле оградок значит слизни не будут заползать на ваш участок почему потому что скорлупки эти режутся и это не понравилось ни слизням не улиткам они такую преграду рассыпанную по почве уже не преодолеют они преодолеют а для сада это очень хорошая хорошая защита что как бы вы защите свои свои градки от нашествия этих вредить вредителей также по скорлупе кроме того что мы будем делать преграду для слизни хочу добавить еще что это значит очень хорошее дубильное средство то есть если раньше кто-то выдубливает кожи нас сюда добавляют эти перегородки грецкого ореха у нас и кожа становится более мягкой более эластичной ну и добавок это еще и красивое средство кожа кожа приобретает такой светло-коричневый цвет то есть такой более цвет более более приятный для глаз ну и соответственно такая кожа потом хорошо выделывается и долго долго хранится отвары из перегородок грецкого ореха очень полезны при сахарном диабете заболеваниях щитовидной железы а также при болезнях суставов если у вас болят суставы если те выше названные болезни наш вам очень полезно пить отвар грецких орехов ну концентрация обычная концентрация к обычная на 250 миллиграмм одна столовая ложка таких сухих перегородок завариваем заварили пять минут покипятили настояли минут десять и после этого пейте по полстакана два раза в день утром и вечером заметьте что ваши суставы перестанут болеть станут как новенькие но и сахарный диабет то есть содержание сахара в крови станет резко снижаться вот какая большая польза от перегородок и от скорлупы грецких орехов так что не выбрасывайте этот ценный материал который подарила нам природа а используйте в своей практике до свидания